Я вижу, мало кто прокомментировал странное высказывание Путина, где он очень жестоко оговорился по Фрейду. Я назвал ролик «Акелла промахнулся», хотя, друзья мои, скажем честно, какой же это Акелла? Это так себе шокольё с такой типичной физиономией, подходящей, я даже не знаю для кого, ну уж явно неблагородное животное. Это всем понятно. Ну а почему Акелла? Акелла промахнулся, это крылатое выражение, говорящее о том, что вождь стаи промахнулся, дескать, время пришло для нового вожака. Ну а так, господин Путин вызывает только жалость. Посмотрите, что он несёт и, главное, с каким выражением лица. Я уже вижу, что там смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие, предатель Родины. Он просто подонок. На одной из немецких страниц выставили этот самый ролик вот с таким приблизительно заставочным фото. То есть даже здесь у людей эта физиономия вызывает отвращение. Его не хотят больше показывать с какой-то симпатичной стороны, а только с уродскими гримасами. Понимаете, тут такая вещь. Существует коллективный разум и также коллективное принятие или непринятие. Помните, была такая легенда, хотя я, впрочем, не уверен, что это именно легенда, рассказывающая о том, что Юрия Гагарина выбрали за его красивую улыбку. Было очень много претендентов, но Гагарина выбрали именно за симпатичное лицо, потому что знали, что дальше он будет представлять свою страну во всем мире, махать рукой в приветствии и улыбаться, улыбаться. Я почему-то думаю, что это действительно так. По крайней мере, в Советском Союзе беспокоились, знаете ли, об обертке о внешней стороне. Например, вот это известное лицо МИДа. Ну что тут скажешь, просто красавица. Неужели не нашлось женщины с другой внешностью в стране, где говорят так много красивых женщин? Конечно же, нашлась бы и более грамотная, и более сдержанная, но просто это отмороженное по этому подходит. И те, кто сидят сверху, делают вид, что остальные не замечают, насколько она чокнутая, насколько то, что она говорит, непотребно. Либо они действительно не понимают и не видят, что происходит с Марией Захаровой, как весь мир смеется над ней уже не первый год. Вот за что я люблю Библию, так иногда за очень точные высказывания философского толка. Помните, как там стоит? Тело есть храм души. То есть, каково тело, такова и душа. Что ж, поверим этой мудрой книге. Итак, тело Владимира Путина давно не вызывает никаких симпатий. Он же при этом находится в иллюзии и при любом случае раздевается догола, по крайней мере, по пояс, видимо, думая, что кому-то интересен. Может быть, он хочет, чтобы люди, глядя на него, сказали, ну надо же, так хорошо выглядит, хорошо сохранился. А на деле Владимир Путин со всеми его ужинками и со своим вечно голым торстом всем смертельно надоел. И вот это тело, которое отражает красоту путинской души, говорит о случайно погибшей женщине из Солсбери. Он говорит о ней с пренебрежением, как о бомжихе. Дескать, ничего страшного нет в том, чтобы зачистить территорию от бомжей. Ну, я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела. Меня просто удивляет. Ну, приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? Это что такое? В очистке, что ли, не работают? Нет? Это, господа, показывают отношение Путина к его российским бомжам. Ничего больше они не достойны, как только зачистки. Это не люди, а, наверное, что-то вроде животных или грязи. А вот англичане воспринимают все это совершенно по-другому. Они на самом деле сопереживали, что эта бедная женщина погибла. И она вовсе не была бомжихой, у нее была квартира. Но самое главное, что говорили англичане, не это, а то, что погибла гражданка их страны. Человек, который совершенно невинно пострадал. И неважно, какую должность она занимала или какими средствами обладала. Вот это для Владимира Путина непонятно. Он никогда этого не поймет не только в отношении иностранных граждан, но и в отношении своих собственников. Это вызвало бурю возмущения. Кстати, Акела промахнулся несколько раз. Здесь, назвав Скрипаля предателем и подлецом, он забыл, что совсем недавно все средства массовой информации, да и сам Путин в том числе, говорили, что Скрипаль – это гражданин России, что они переживают о жизни Юлии Скрипаль, и что, дескать, нет у них ничего против Скрипаля, а сейчас уже подлец и предатель. Теперь по поводу господина Скрипаля. Да, я сегодня тоже услышал, у себя с массовой информацией, что он вышел из больницы, дай Бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле. Слава Богу, он поправился, вышел из больницы, где просился, и надеюсь, он будет здоров, жив и здоров, и невредим. Он просто подонок. Акела промахивается. Ну и известное теперь уже на весь мир выражение, когда Путин свойственно ему померит из памятства, заменяет слово «древнейшее» на «важнейшее». Давайте послушаем. Я уже говорил, и могу еще раз напомнить. Возня между спецслужбами – это что, вчера родилась, что ли? Как известно, шпионаж и проституция – одна из важнейших профессий в мире. Вот не хочется думать. Но уж так часто Владимир Путин обращается к этой древнейшей профессии, что невольно наталкивает на мысль, что эта профессия Владимира Путина очень сильно волнует. Вызывающий недоумения и саркастические улыбки, человек выглядит очень уставшим старым побитым. Ему на самом деле пора на пенсию. Ну, если бы он жил в нормальной стране и при своем 20-летнем правлении успел создать человеческую правовую систему. А так Владимир Путин понимает, что уход на пенсию будет обозначать для него смерть. Живым этого человека из Кремля не выпустят. Но Акела промахнулся в очередной раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова